Молодежные новости на телеканале Утрар выходят при поддержке Высшего педагогического колледжа Шумкент. Всем привет! В эфире программа «На самом деле». С вами я, Елисей Галахов. Сегодня, 13 октября, отмечается Всемирный день зрения. И в честь этого к нам в гости мы пригласили высококвалифицированного офтальмолога Жомарта Джурусбекова. Здравствуйте! Здравствуйте, Елисей! Большое спасибо, что уделили нам время и пришли к нам. Расскажите, пожалуйста, как давно вы работаете офтальмологом и почему вы выбрали именно эту профессию? Почему вы выбрали эту профессию? Ну, была у меня такая семейная история небольшая. Моя бабушка потеряла зрение, когда нам было совсем мало лет. И с тех пор у меня была такая мечта – лечить глаза, помочь людям увидеть нас. Так что вот с тех пор это вот такая закладка у меня осталась. Он окончил школу, потом университет и все-таки в конце концов стал офтальмологом. Спасибо. А сложно ли вам было освоиться вашей новой профессией? Ну, офтальмология является такой специфической профессией. И, конечно же, работа офтальмологом – это не только работа с пациентами, это работа с оборудованием, это постоянное новшество. И это хирургия, микрохирургия, то есть там затошно очень мелкие инструменты. Глазик очень маленький сам по себе, и работа офтальмологом требует постоянно учебы, постоянной квалификации. А что самое интересное было в вашей профессии? Самое интересное – это наши пациенты, скорее всего. Потому что пациенты бывают у нас разные. Бывают простые пациенты с банальными проблемами зрения. Есть пациенты очень сложные. Есть пациенты дети, что вот сейчас мы чаще всего смотрим. Взрослых пациентов тоже достаточно. Вот детей лечить сложнее, потому что они не говорят, не объясняют, не могут рассказать о своей проблеме. Так что мы больше акцентируем внимание на лечение именно детской патологии. Какими качествами должен обладать человек, который хочет стать офтальмологом? Качествами. Ну, конечно же, это в первую очередь большое желание помогать людям. Не обязательно быть офтальмологом, не обязательно быть каким-то другим специалистом. То есть сам по себе доктор, он должен болеть за своих пациентов, он должен переживать за них. И, соответственно, он должен быть трудолюбивым, он должен постоянно обучаться, он должен быть честен со своими пациентами в плане того, чтобы правильно объяснять, диагностировать, лечить, вести этих пациентов. Как и все другие специальности требуют усердной работы. Расскажите, пожалуйста, о самых распространенных глазных проблемах. На сегодняшний день, как раз говорил, накануне праздника Всемирного дня зрения, ВОЗ, Всемирная организация здравоохранения, выделяет несколько патологий, которые являются самыми актуальными. Это первое, аномалия рефракции, то есть то же самое, близорукость, дальнозоркость, астигматизм, то, что мы носим очки, на первом месте является эта патология. Потом далее идет катаракта, глаукома, заболевание сетчатки, воспалительные заболевания глаза, травмы глаза. У детей еще вдобавок есть врожденные патологии зрения. Это все является основными болезнями на сегодняшний день. И среди детей, и среди взрослых, соответственно. Спасибо. А из-за чего ухудшается само зрение? Зрение ухудшается, как правило, из-за того, что мы не соблюдаем зрительный режим. То есть, допустим, что касается детей, это частые просмотры гаджетов и чтение мелкого шрифта при плохом освещении. Это длительное чтение, длительный просмотр, то есть без перерыва, без отдыха. Плохое освещение, говорили, надо чаще выходить на улицу, делать перерывы. Питание тоже очень важный момент играет. Если пациент плохо питается, либо выборочно питается, то у него есть нехватка витаминов, что также влияет на ухудшение зрения. Ну и, конечно же, образ жизни, то есть любой ребенок, любой подросток должен заниматься спортом, должен активный образ жизни вести. Если он будет сидеть просто-напросто с утра до вечера в четырех стенах, ездом, не выходя никуда, то у него однозначно будет ухудшаться зрение, так как он не смотрит дальше, допустим, в свои комнаты, он на улице не бегает, не прыгает, он не питается, соответственно, так, как надо. Так что нужно обязательно минимально 2-3 часа в день проводить на улице детям всем подряд. Спасибо. А можно ли человеку заниматься спортом, если у него плохое зрение? Да, но есть небольшие ограничения. Допустим, вот у нас часто приходят пациенты и говорят, вот мои дети занимаются боксом, карате. Заниматься спортом можно, но вот именно спарринги, они очень опасны. То есть, если мы получаем удар в голову, в глаз, то у некоторых пациентов может произойти разрыв сетчатки, отслоение сетчатки, кровоизлияние, что может, в свою очередь, привести к слепоте. То есть, это очень опасно, и заниматься спортом-то можно. Можно плаванием заниматься, можно бегать, футбол играть, также заниматься, допустим, шахматами, дзюдо и так далее. Но нужно понимать, если мы все-таки получили удар в голову нечаянно, то, соответственно, надо сразу же сходить к врачу-офтальмологу, убедиться, все ли у меня в порядке. Если все в порядке, то дальше можно продолжать заниматься своим спортом. Как Вы считаете, что лучше носить, очки или контактные лизы? Однозначно очки. Почему? Потому что из исследований наших коллег, допустим, исследований Моргана, говорит о том, что из 140 миллионов носителей контактных линз всего лишь 4% носят эти линзы правильно. Всего лишь 4% очень маленькое количество людей носят линзы правильно, а все остальные носят немного неправильно, что может привести к воспалительным заболеваниям, к проблемам роговицы и так далее. А очки – это самая банальная, самая простая, самая эффективная коррекция, которая не приводит к воспалительным заболеваниям. Пациент любого возраста может надеть любые очки. И потом у линз есть еще свои ограничения. То есть не все, допустим, минуса можно подобрать, не все коррекции, но не любые цифры можно будет в линзах подобрать. Есть пациенты, которые могут подобрать себе линзы, есть пациенты, которые не могут. Очки можно подобрать любым пациентам. Но есть еще и обратный момент, допустим, мы дальше говорим, если у пациента разные глаза, а не зоометропия. Допустим, один глаз минус 2, а другой глаз минус 5, минус 6. Разница между двумя глазами в 4 диоптрии. То в таких случаях, как правило, очки, они все пациенты могут комфортно себя чувствовать в очках. И мы им вынуждены подбираем контактные линзы. Потому что в линзах пациенту будет намного комфортнее ходить. А если мы ему подберем такие очки минус 2, минус 6, то он, скорее всего, не сможет их носить. В таких случаях мы выбираем линзы. В остальных случаях мы, конечно же, выбираем очки. Легко ли сегодня улучшить зрение? Да, на сегодняшний день существует несколько методик коррекции зрения. То есть помимо того, что мы очки носим, линзы носим, это вспомогательные вещества для того, чтобы видеть лучше. Но если мы говорим о хирургии, чтобы сделать операцию и избавиться от очков от линз, то на сегодняшний день существует лазерная коррекция зрения, которая имеет свои несколько видов операции. Далее это замена хрусталика, своего нативного хрусталика. Можно заменить свой родной хрусталик на искусственный хрусталик и тем самым убрать тот или иной минус. Либо можно дополнительно имплантировать хрусталик в глаз, вживить, и тем самым убрать хоть минус 20, хоть минус 25. Опять-таки же есть показания против показания. Кому-то можно делать лазерную коррекцию зрения, кому-то нельзя. В нашей практике, если к нам приходят 10 пациентов на лазерную коррекцию зрения с желанием сделать эту операцию, мы их проверяем и из 10 одному двоим ежедневно в среднем отказываем в этой операции, так как их глаза не подлежат лазерной коррекции. Нельзя им делать. Им можно делать замену хрусталика, имплантировать хрусталик, но вот лазерную коррекцию зрения им делать категорически нельзя. Бывает минус большой, бывает роговица тонкая, бывают другие заболевания глаза. То же самое и с другими методами коррекции. Но на сегодняшний день есть большой спектр хирургии, который позволит любому пациенту сделать ту или иную операцию. А как часто нужно проверять свое зрение в больнице? Ну, если у пациента зрение хорошее, он не болеет, ничем очки не носит, то, в принципе, один раз в год достаточно. Но если у него есть проблемы со зрением, такие как, допустим, близорукость, астигматизм, катаракта и так далее, то минимально раз в полгода надо будет наблюдать. Есть, допустим, у нас пациенты с глоукомами, у которых давление высокое, внутриглазное давление, и мы должны ежемесячно курировать их внутриглазное давление, проверять, насколько препараты, которые они капают, эффективны и насколько правильно они их капают. То есть ежемесячно они забегают, проверяют внутриглазное давление, убеждаются, что там все замечательно, и дальше мы их отпускаем еще раз на месяц. У всех пациентов сроки наблюдения зависит от патологии. Большое спасибо вам за такие полезные и интересные ответы. Высший педагогический колледж «Шимкент». Более 20 лет успешной образовательной деятельности. Учебные кабинеты с современным оборудованием, спортивные площадки и библиотеки, государственные образовательные гранты, прикладной бакалавриат, востребованные специальности, педагоги, юристы, экономисты, переводчики, международные связи по всему миру, углубленное изучение иностранных языков. Высший педагогический колледж «Шимкент». Приглашаем новых абитуриентов. Улица 8 Марта, 22, телефон 506-136. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова